Добрый вечер! В эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. И сегодня будем обсуждать наболевшую тему, которую мы каждый год по нескольку раз обсуждаем. Это бродячие собаки и что с ними делать. 28 миллионов рублей на следующий год выделяет мэрия для отлова бродячих животных. И уже на сайте госзакупок целых 7 аукционов на поиск подрядчиков. Действенная ли эта мера, если каждый год мы тратим деньги, а собаки при этом не заканчиваются? И самое главное, не заканчиваются проблемы с ними связанные. Сегодня поговорим на эту тему с нашим гостем. Это Дмитрий Беленюк, охотовед Красноярского государственного аграрного университета. Добрый вечер! Добрый вечер! Дмитрий Николаевич, вот совсем недавно мы с вами говорили про дикое животное, про медведя, которые стали наведываться очень часто в наш город. А сейчас поговорим про собак, которые, ну они же вроде, мы не можем же считать их дикими полноценно животными. Это одомашненные животные, но одичавшие. Много лет мы, вот мы журналисты, мечемся между двух огней. С одной стороны, ой, собака укусила ребенка, потом с другой стороны, ой, на глазах у детей там что-то делают с собаками. Или потом, ой, их там плохо содержат, ну и так далее. До хантеры. Все это наносит травмы нам всем, вот как людям, потому что мы переживаем и нам это не нравится. И вот сейчас опять 28 миллионов на отлов собак. Каждый год мы тратим эти деньги, деньги налогоплательщиков. Собаки не заканчиваются. В чем решение? Ну, любая программа подразумевает под собой три стадии, да, то есть цель, мероприятие и результат. Значит, ну цель понятна, уменьшить количество собак. Как мы это будем? Вот не совсем понятно, каким путем. Если мы их будем в питомнике убирать, количество собак не уменьшилось. Но их же стерилизуют там. И что? Не агрессивных выпускают, агрессивных оставляют. Собака, стадное животное. Предположим, 20 собачек, 10 собачек, добрей, добрейшей души. И один злобный кобель, который доминант. Вот идет человек, злобный кобель, начинает на него кидаться и лаять. И все своро кидается. Стадный рефлекс, все будут кидаться. Убрали мы этого доминанта. Но вот этот стереотип поведения, он заложил всем. Появится новый доминант. Две стаи начинают между собой конкурировать, возникает агрессия. Из самой добрейшей собачки, в конце концов, вы получите зверелую, бродячую собаку. Еще один момент. Вот про гуманизм хотелось бы поговорить. Еще один момент. Это кормят люди бездомных животных. В этом видят определенное благо. И вроде как поставил... Ну, для кого-то это действительно... Вот такая миссия они свою в этом видят. А кто-то, вот вроде как, я хороший, сделал доброе дело. Карму чистят. Ну, как бы. А чем это... Я просто... Вот, мы уже с вами перед эфиром поговорили. Вы действуете в честь собачники. Я в прошлом собачники. Я знаю, чем это заканчивается, вот эти кормежки. Ну, бог им судья. Я понимаю, что у людей каждого свое мнение к этой проблеме. Просто собачка потом будет требовать и охранять это место, где у нее появляется пища. Да, да, да. И она дикую собаку уже сделать домашней достаточно сложно. У нее уже сложился стереотип поведения. Это вольное животное. Это вот, ну, реально вольное животное. И когда мы ее отловили, прочипировали, выпустили, мы ничего с ним не сделали. Она стала просто прочипированной бездомной собакой. Если мы ее закрыли в маленькое помещение, в вольере, там, в любом собачнике, грубо говоря, то есть это все равно, что мы ее посадили в тюрьму. А вот смотрите, я знаю, что из Москвы убрали всех собак и за городом. Есть огромное место, где содержат вот этих всех животных. То есть пока они все не умрут естественной смертью. Пожизненное заключение. Да. Вот это вот реально. Вы в карцер посадили животное, которое привыкло каждый день бегать. Вести себя свободно, двигаться. А здесь оно в маленьком помещении. Ну, это наказание, я вам так скажу. То есть у вас мышечная система атрофируется, у вас перистальтика кишечника падает. Ну, все. То есть это животное должно жить в движении. Смотрите, что делают сейчас. Их отлавливают, чипируют, неагрессивных выпускают. Как определить агрессивный, неагрессивный? Ну, где эта грань вообще? Потому что собака, в принципе, хищная, животная. Ну, а у нее должна быть агрессия? Честно говоря, это не выход. То есть из любой собаки, в конце концов, в определенной ситуации из нее получится хищное животное. Реально хищное животное не хуже волка. В заповедник столбы. Волки такого урона не наносят, как бродячие собаки, которые просто как пылесос съедают все. Волк особый, помесь волка с собакой, это вообще круче любого волка и круче любой собаки. То есть собака это вообще привнесенная в нашу среду. Здесь в Сибири не было никогда диких собак. Мы привнесли сюда новое животное, выпустили и создали нового хищника дополнительно. Мы, люди, убрать, решить эту проблему один раз и навсегда. Про чипирование. Мы с вами тоже уже немножко обсуждали эту тему. Вот сейчас в Минокологии проводят опрос среди жителей края. Спрашивают, готовы ли чипировать люди домашних животных. За чей счет должна проходить процедура? Чего можно добиться этой мерой? Ну, наверное, только поиска пропавших собак. Моя собака пропала при помощи чипом. Ее будет проще найти. Но это должно быть добровольно. Регулировать таким образом поведение людей, которые выкидывают щенков, невозможно? Нет. Ну, даже вы определите, что эта собака прочипированная моя. И, ну, ладно, органы МВД, грубо говоря, ко мне пришли с претензией. У меня ее украли. Она у меня убежала. Вот собаки гулялись, она убежала. Это не я сделал. Так случилось. Воры украли. И что? За что вы меня штрафуете? Нет. Даже если вы меня на 500 рублей штрафуете, ну, это не решит проблему бездомных собак. И, хорошо, в городе мы, например, насильственно всех заставили прочипировать своих собак. У меня их две. Да? Четыре кошки. Давайте всех прочипируем. Но тогда давайте... С копеечку вылетит, конечно. Да, вот я о чем и говорю. Давайте тогда чипировать Емельянова, Дрокина. Все деревни вокруг, потому что... Но речь идет обо всех. Мы же в целом про регионы. Вот и тогда Труханск, Верхний Имбацк, Зотино и так далее. Вот я посмеюсь, честно говоря. Это вот реально поле дураков, когда мы закапываем деньги бюджетные, непонятно на что. Это не решит проблему бродячих собак. Не решит. Ни в коей мере. Но их же вот стерилизуют, а их все... Как-то это такое ощущение, что не уменьшается. Ну, я не думаю, что мы вот прямо взяли основное ядро поголовья, все стерилизовали. Вот. И вот мой вид, как должно это быть. Как в Германии, да, то есть в пригороде крупных городов, вот типа Емельянова, Дрокина, по газонам бегают кролики, которых никакие бродячие собаки не ловят. Ежики ползают. Нет бродячих собак. Вы что, считаете, что немцы жестокие, что ли? Всех вот взяли и позарезали собак? Нет. Они одноразово решили эту проблему и потом поддерживают территорию в чистоте. Так вот, надо отловить всех собак, постараться по максимуму. А потом уже чипировать? Я к тому, что если вы сможете эту собаку пристроить в течение года, вы ее чипировали и отдали, человек несет за нее ответственность. Не смогли вы ее пристроить, вы ее гуманно усыпите. Потому что держать ее там пять лет, пока она не умрет, вот в этой маленькой клетке, это не гуманно. А выпускать ее чипированную мы не решим проблему у бродячих собак. Ну, что, чипированные собаки не нападают на людей? В чем разница? Вот, смотрите, вы сейчас по сути говорите о том, что человеку тоже надо признать, что он хищник. Ну да, город для людей, а не для собак. И взять ответственность за вот это непопулярное решение. Возвращаемся к тому, что должен быть руководитель, который возьмет на себя это решение, да, примет его. Потому что миллион приютов существует еще, которые на пожертвования, есть какие-то на дотации, какие-то на пожертвования. Постоянно собирают деньги, сердце кровью обливается в соцсетях, ты видишь, и вот нам завтра уже будет нечего есть. Вот убежала у меня собачка. Да прекрасно, если кто-то ее поймает и подержит месяц. Я приеду, я даже заплачу как в гостинице за мою собаку, потому что я ее люблю. Не дай бог, где-то моя собачка под машину попадет. Это же целая трагедия. Если ее кто-то передержал с удовольствием, пускай они существуют. Но если в течение месяца не нашелся хозяин, вот, кстати, в этом случае чип подскажет тебе искать хозяина. Если же хозяина нет, пристраивайте ее. Не пристроили, выпускать ее, даже чипированную, не надо. Она должна уйти про саму. А как вы думаете, почему тогда все это существует? Что именно? Ну, огромные деньги тратятся. Вот если звезды зажигаются, это кому-нибудь нужно. Вот я, честно говоря, в этом вижу коррупционную составляющую. Вот, честно говоря, я не знаю, точно это или нет, но такие деньги тратить на то, что, на проблему, которая не решается. А кто-то проверяет вообще этих собак? Вот это не ко мне, опять же, вопрос. И вот эта программа, которую разработали, вот она должна быть поэтапной, ее должна наука прорабатывать. На что мы тратим эти деньги? Или просто у кого-то возникла идея? Есть хоть одно что-то, в чем собаки приносят пользу? Мы с вами когда говорили про винбедия, вы говорили о пищевой пирамиде, да, о цепочке пищевой. И сказали, что вот медведь ее вверх. Но я бы сказала, что человек, наверное, ее вверх, потому что... Мы берем естественную среду обитания. Хорошо. Бредячие собаки какую роль выполняют? Я когда-то читала, что в Пекине всех убрали, собак и кошек всех уничтожили, и у них возникли там другие проблемы. Ну, там, с какими-то крысами и так далее. Ну, честно говоря, если по такой цепочке идти, то, если мы уберем крыс, значит, будет много мышей, да? Или как? Не знаю. Вот, ну, нет такого. То есть собаки не борются с крысами, там, крысы не борются с мышами, мыши с тараканами и так далее. Нет такой цепочки. Если мы убираем мусорные баки с улиц, убираем продукты питания для них, не будет ни крыс, ни такого количества голубей, ни такого количества собак, ни медведям будет нечего кушать, если все будет закрыто. Ну, смотрите, вот вы идете, и, не знаю, зима, замерзает щенок. Я заплачу и помогу. Ваши действия. Я не смогу. Вот у меня все кошки подброшены, то есть я их спасаю. Но я не могу весь город спасти. И жена моя не сможет. Я смогу лишить жизни эту собачку, если я ее не смогу приутить, но дать ей мучиться я тоже не дам. Поэтому мужской подход. Не можешь спасти, помоги уйти. Другого варианта нет. Нет. Если у человека гниет нога, гангрина началась, давайте ему давать обезболивающее. Это не принесет ему боли. А можно отрезать ногу. Так вот, чтобы спасти город, надо отрезать ногу. Один раз. А потом человек будет жить долго и счастливо. А так мы непонятно, что делаем. Мы растягиваем огонь. У собак все больше и больше. И пострадавших все больше и больше. До чего должно дойти кипение, когда мы примем решение уничтожить? Ну, давайте дождемся вспышки бешенства. Вот тогда все уже встанут на уши. Я, честно говоря, не помню, чтобы в последнее время, чтобы у бродячих собак какие-то были истории с заболеваниями. Хотя бешенство у нас уже было от диких животных в Ямельяновском районе. В Мотыгино было, когда собак стреляли прямо в деревне, потому что была вспышка бешенства. Прямо собак во дворах стреляли. Опять же, эти вещи нигде в СМИ не афишируются. Но я занимался в свое время регулированием численности лисиц и волков. Да, и мы черепа сдавали в ветбак лаборатории для определения количества носителей вируса. Так вот, по некоторым районам количество было огромное. И можно было вводить карантин. Но за счет того, что снижалась численность, постепенно животные дикие погибали, часть их отстреливали, и все это загасало. Но цикличность то выше численность, то ниже. Если вот в пик численности будет вспышка, и в город это придет, вы ничего уже не сделаете. Носителями будут и крысы, и собаки, и кошки, и блохи. Все будут носителями. Страшные перспективы рисуете. То есть провалилась вот эта история, по сути, с стерилизацией бродячих собак, с прицелом на то, что они естественным образом закончатся. Ой, если бы город Красноярск был обнесен китайской стеной, да, мы всех собак стерилизовали, да. Но давайте так, у нас город обнесен городами, сателлитами, да, деревнями и так далее. Там эту работу, ну, никто не делает. Вы в Манский район заедьте, ну, о чем говорить, собаки бегают. Вот, скажем, в тех районах, вот у меня хозяйство было в Тинском районе, мы несколько лет боролись с бродячими собаками. И людям объясняли, и кардинально решали вопросы. Вот насчет кардинальности, я думаю, что эту тему мы еще не раз будем обсуждать. К сожалению, время у нас программы заканчивается, а вопрос действительно требует обсуждения. Поэтому я рекомендую всем поучаствовать в вопросе Минэкологии по поводу бродячих собак. Но и мы будем приглашать, наверное, экспертов еще на эту тему всесторонне обсуждать. Вот, и лучше бы пригласить администрацию, представителей администрации, которые за это отвечают, чтобы они рассказали, что они планируют, и что это принесет, и за какие сроки, то есть куда уходят эти деньги, и что они принесли городу. Спасибо большое. Дмитрий Беленюк, охотовед Красноярского государственного аграрного университета, был сегодня в нашей студии. Это программа «После новостей». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова